Дворец искусств. Главная концертная площадка Бобруйска. Уступление известных артистов, уникальный шоу, главные городские мероприятия. Всегда на высоком уровне. Зритель видит готовую картинку. За кулисами же работа огромного коллектива, во главе которого Инна Новикова. В должности директора с марта 2017-го. По сложному списке также работы в системе образования, исполнительной власти и социальной защиты. Понятное дело, что может возникнуть вопрос, какое отношение к культуре я имею. Но, во-первых, я занималась в детстве и в музыкальной школе, и в хоровой студии. Поэтому немножко творческие процессы мне знакомы. Но в большей степени свою деятельность на посту директора я рассматриваю как административно-хозяйственную, управленческую. Поэтому весь мой предыдущий опыт на этом и способствует. Статус концертной площадки номер один обязывает ко многому. Чтобы соответствовать такому званию, постоянно ведется кропотливая работа по улучшению технических начинок Дворца искусств. Так, например, в 2018 году появились новые краны – подарок Китайской Народной Республике. В этом планируют обновить освещение. На Всевелорусском Народном Собрании только культуры делегат Новикова ограничиваться не планируют. Также в топе вопросов – образование, социальная сфера, экономика. Государство должно быть сильным. Но сильным может быть государство только то, в котором человек на первом месте. Когда в каждой отдельной семье будет благополучие, будет спокойствие и мир, тогда и в государстве будет благополучие, спокойствие и мир. Это можно сделать только всем вместе. Конечно, она достойна быть делегатом. Как директор она очень талантливый руководитель. С ней работать комфортно, легко. И как человек она очень замечательная женщина. К ней всегда можно обратиться по любому вопросу. Успешное государство – это в первую очередь сильная экономика. Например, эффективная работа промышленного сектора. Побрусь Агромаш в этом плане – один из лидеров не только в области, но и республике. Заслуга в этом – всей команды холдинга. Руководит гигантом вот уже два года Надежда Лазаревич. За такой небольшой промежуток времени предприятие показывает феноменальные результаты. Объем производства вырос в два раза. География экспорта – 50 стран мира. Складские запасы не превышают 22%. За 2020 средняя заработная плата составила 1100 белорусских рублей. Мы уже начали заниматься модернизацией. Мы попали в результате хороших показателей в объеме экспорта и в объеме производства. Попали в программу развития машиностроения. За последние два года мы получили и смогли приобрести оборудование на 5 миллионов долларов США, которое установлено на территории Побруськ-Агромаша. И мы планируем в течение двух лет оснастить полностью окрасочную линию, переоснастить. На всебелорусском забрании делегат Лазаревич главным вопросом для себя ставит поднятие престижа рабочих специальностей. Начинать необходимо со школы, уверена Надежда Анатольевна. Один из вариантов – это показывать ребятам производство, то есть дать возможность попробовать профессию руками. На моем заводе работает больше 2000 человек. И в основном это женщины, мужчины, имеющие рабочую профессию. Поэтому я бы хотела поднять вопрос о том, чтобы фразы «Не сдашь экзамен и пойдешь в ПТВ» не было бы угрожающей фразы. Любая профессия нужна и очень важна. И у нас сейчас действительно голод в хороших профессиях рабочих. Стоит отметить, Надежда Лазаревич 11-12 февраля в Минске будет представлять Белорусский союз женщин. Роль представительницы прекрасной половины человечества огромная. Это развитие семьи, улучшение демографии. И здесь не обойтись без качественной медицины. Настоящим экзаменом для белорусских врачей стал коронавирус. Отличный результат в борьбе с инфекцией показал высокий уровень системы здравоохранения, уверена главврач третьей поликлиники Наталья Кизимова. Сослуга в этом и государство. В рамках дальнейшего развития здравоохранения нашей страны необходимо укрепить позицию врача общей практики, уделить внимание развитию здоровья сберегающей среды, поскольку это основные факторы реализации профилактического направления нашего здравоохранения. В третьей поликлинике уже давно взяли за привычку внедрение современных технологий. Например, в учреждении работает колл-центр. Граждане, не выходя из дома, могут получить ответы на все вопросы. Как признаются сотрудники, огромная заслуга в этом и главного врача. У нее я много чему учусь. Учусь постоянно. То есть это и как руководитель она учит, соответственно, справляться со своими подчиненными, руководить своим отделением. Так же, как и человек, она может и советом где-то помочь. Шестое Всебелорусское собрание, напомним, пройдет 11-12 февраля в Минске. В центре внимания программа социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Максим Кемель, Аванес Степанян, Максим Галенко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.